Добрый день, уважаемые на улице! У нас сегодня очередной префинг и с нами главный врач Иннаульской центральной районной больницы Тимур Салаватович Мадьяров. Мы зададим вам, Тимур Салаватович, вопросы, которые наиболее актуальны и волнуют жителей нашего района. Назовите, пожалуйста, Тимур Салаватович, общее количество иннаульцев, зараженных коронавирусом с начала пандемии. Добрый день, Лидия Азатовна, добрый день, жители города Иннауль и района. С начала пандемии в Иннаульском районе зарегистрировано 110 случаев заражением новой коронавирусной инфекцией. Есть ли в нашей районной больнице свободные койки для больных коронавирусом? Именно в нашей центральной районной больнице мест для лечения с подтвержденным диагнозом COVID-19 не имеется. Согласно маршрутизации, согласно приказам Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, пациенты согласно этому маршрутизируются в городскую клинику COVID-19 госпиталь города Нефтеканска. В некоторых случаях госпитализируются в республиканские учреждения, в основном это город Уфа. Для некоторых пациентов, допустим, с гемодиализом, кто находится на программном гемодиализе, пациенты могут направляться в поселок Чешмы, где развернуты специальные койки для лечения данной категории больных пациентов. Следующий вопрос такой. Если человек лечится от коронавируса амбулаторно дома, как он может получить уколы, систему? Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, пациенты могут получать лечение на дому. В основном это таблетированные формы препаратов. Назначения в виде инъекций и уколов назначаются по решению лечащего врача. На данный момент такие пациенты у нас есть. В связи с тем, что у нас в данный момент закрыт дневной стационар, мы перепрофилировали свою работу. Основной упор делаем на амбулаторное звено, поэтому имеются у нас возможности для открытия, допустим, истории болезней, для лечения этих пациентов на дому. Поэтому с лечением, также с назначением инъекционных препаратов у нас такие пациенты есть, и они получают соответствующее лечение. Понятно. А через какой промежуток времени после выздоровления можно сдать повторный анализ? При первом положительном анализе следующий мазок берется на 10-й день. Если он отрицательный, все равно через промежуток в 2 дня берется второй анализ. Выздоровлением считается 2 отрицательных анализа. Поэтому, если вопрос звучит как выздоровление, после самого выздоровления необходимости в сдаче мазка нет. Тимур Салаватович, скажите, пожалуйста, несколько слов о красной зоне поликлиники. Красная зона поликлиники, она работает с нагрузкой 35-40 посещений за целый день. В последнее время мы улучшили свою работу в плане усиления амбулаторного звена. На выездах работают бригады автомобилей, неотложные медицинской помощи в количестве 5 единиц. Также это выезда, включая тоже и детей. В последнее время мы замечаем, что вот эти выезды нам пошли на пользу, и обращений в красную зону становится меньше, потому что сами мазки на анализ на ПЦР мы тоже берем на дому. И вот следующий вопрос, который прозвучал и неоднократно в социальной сети, это насчет компьютерной томографии. Как идет подготовка к монтажу? Да, действительно, в июле месяце нам было озвучено Министерством здравоохранения, что будет возможность для установки компьютерного томографа. Компьютерный томограф передан на безвозмездной основе от Дертюлинской центральной городской больницы. Средства выделены на ремонт помещения. Мы изыскали возможности, нашли у себя, выделили это помещение. Контракт у нас с подрядной организацией заключен. Начаты ремонтные работы. Окончание ремонтных работ планируется завершить 7 декабря. Все будет зависеть от того, насколько быстро будет работать подрядная организация. Если они закончат раньше срока, мы, возможно, в этом году успеем установить компьютерный томограф. Вы сами понимаете, мы работаем в рамках 44-го федерального закона. И есть риск в том случае, что если подрядная организация может даже, она и не уложится в эти сроки. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они свою работу выполняли быстро. Но с нашей стороны есть риск неосвоения средств. Поэтому сейчас достоверно сказать трудно, будет ли это возможна установка в этом году. Если пойдет по плохому сценарию, так скажем, то это будет начало следующего года. Еще касаемо компьютерной томографии. Если, скажем, человек переболел коронавирусом, он должен ли пройти повторную контрольную томографию? Контрольная томография и вообще компьютерная томография назначается лечащим врачом. И все зависит от тяжести самого заболевания. Если нет признаков, если нет одышки, если нет температуры, в принципе, необходимости в компьютерной томографии нет. Компьютерная томография назначается в особых случаях. Это неиспадающая температура в течение длительного времени, это больше недели. Боли в грудной клетке, одышку. В общем, контрольное прохождение томографии вообще возможно, но это будет определять лечащий врач. Только врач. Несколько слов. Что такое антиковидная плазма и применяется ли у нас? Антиковидная плазма – это плазма переболевшего пациента. У нас она не применяется в связи с тем, что мы не лечим пациентов с положительным анализом на ковид. Ее применяют в городской клинике госпиталей города Нефтекамска и в учреждениях города Уфы. Тогда, получается, наши вылечившиеся пациенты не сдают у нас плазму? Плазму они могут сдать в городе Нефтекамске и республиканской станции переливания крови. Только в этих учреждениях производится забор плазмы. И потом, чтобы сдать эту плазму, человек также должен пройти обследование. Соответственно, это два отрицательных мазка. Отсутствие жалоб, отсутствие температуры. С амбулаторной картой. В общем, тоже должен быть обследованный, чтобы его приняли. А оплата предусмотрена? Постановление, о котором в социальных сетях идет речь, пока еще не вышло. По старым ценам, если человек сдает кровь, это также в районе 500 рублей. Возможно, скоро будет постановление об этих выплатах, которые озвучивали в социальных сетях. И кровь на антитела смогут наши, и на улице, и сдать наши культурники? Кровь на антитела сдают на безвозмездной основе только наши медики. Это в основном те лица, у которых ранее был отрицательный мазок на COVID-19. Остальные жители могут сдать на позорасчетной основе этот анализ. Возможности наши имеются к этому. Тимур Салаватович, зафиксированы ли у нас повторные случаи заражения коронавирусом? В мировой практике такие заражения есть, они озвучены, Министерством здравоохранения Российской Федерации. Но в нашем районе таких случаев пока не зафиксировано. Завершая наше общение, Тимур Салаватович, Какие у Вас будут пожелания иноутцам? Мои пожелания жителям города Иноул и Иноутского района Соблюдать все меры безопасности в связи с нарастанием случаев заболевания данной коронавирусной инфекцией. Прошу с пониманием относиться к медицинским сотрудникам. В данный момент они работают с очень большой нагрузкой. И поэтому просим Вас войти в это положение. Спасибо большое за беседу. Брифинг у нас пройдет по четвергам. До свидания. Продолжение следует...